Сразу два рекорда. Российский и мировой установили сотрудники РН «Юганскнефтегаза». На Кудринском месторождении при реконструкции скважины методом зарезки боковых стволов за один рейс произвели отборн керна диаметром 67 мм и длиной 24 и 30 метров. Как удалось установить рекорды и какое значение имеет это достижение для предприятия в материале наших коллег? Зарезка боковых стволов – технологическая операция из разряда обычных. Так только в этом году в РН «Юганскнефтегаз» произвели порядка 470 ЗБС. А вот отбор керна проводят далеко не при каждой ЗБС. Производят очень непростую в инженерном отношении операцию тогда, когда необходимо подтвердить геологические запасы нефти и определить дальнейшие зоны бурения. Прежде чем приступить к отбору керна, специалисты провели целый комплекс мероприятий, включая подбор эффективного технологического оборудования. Для того, чтобы нам установить этот рекорд, мы провели работу со всеми подрядчиками. Это и по вырезке окна. Мы для этого специально в компоновку для фрезерования окна включили дополнительный расширяющий фрез, в результате чего у нас окна стало больше, и керноотборный снаряд смог пройти. Отбор керна проводили на Кудринском месторождении на скважине 404. Поставленная задача включала в себя отбор 54 метров керна. Нефтяники достигли цели за два рейса. При первом извлекли 24 метра керна. Это российский рекорд. При втором – 30 метров. Это является мировым рекордом. Рекорды рекордами, а значение этих достижений имеет практический смысл. Финансовый заключается в экономии порядка 1 миллиона рублей. В процессе реконструкции скважины методом ЗБС в инженерном отношении все еще интереснее. На практике это позволяет исключить дополнительные спускоподъемные операции для сборки оборудования и для дополнительного отбора керна. При стандартной технологии отбора керна в 18 метров мы бы достигли этого за три рейса. То есть в данном случае сделали два рейса, исключили одну спускоподъемную операцию и сократили цикл реконструкции скважины на 24 часа. Отобранный керн нефтяники направили на лабораторные исследования. Анализируя образец горной породы, геологи строят геологическую и петрофизическую модели месторождения и определяют нефтенасыщенность и фильтрационно-емкостные свойства пласта режима разработки месторождения. Такие технологические операции проводятся по мере производственной необходимости. В РН Юганс нефтегаз в этом году керна отбирали всего четыре раза. В сентябре, в октябре у нас планируется еще порядка восьми скважин. То есть на каких-то из них мы будем пробовать увеличить длину отбора керна. Ну и все в зависимости от геологического задания, сколько метров нам необходимо будет отобрать. Таким образом, установленные сотрудниками РН Юганс нефтегаз рекорды могут оказаться не последними. Все будет зависеть от поставленных производственных задач. Одна из них – поиск скважин кандидатов с интервалом отбора керна 36 метров за один рейс.